В прямом эфире седьмого канала новости в студии Алексей Майоров. Здравствуйте. Мощный взрыв прозвучал сегодня ночью в магазине на улице Малой Арнаутской в центре Одессы. Взорвали магазин патриотической атрибутики. В службе безопасности уже уверены, это был теракт. На месте событий работали взрывотехники. По предварительным оценкам, заряд составлял от 200 граммов до килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв прогремел около полуночи. В момент взрыва в помещении находилась жена хозяина. Женщина не пострадала, но находится в шоковом состоянии. Хозяин патриота уверен, целью подрывника были не только вышиванки и сувениры, но и люди. Он меня видел. Он заглянул в одно окно. Это видно было по камерам, видя, что я там нахожусь. И свет горел там. Тихо, ночью, можно прислушаться, слышно было разговор. Человеку было все равно, что пострадает, не пострадает кто-нибудь. Я благодарю. Единственное, что он не заложил в кабинете. Потому что как раз в момент взрыва моя жена находилась там. В свою очередь, советник министра внутренних дел Украины Зорин Шкиряк уже прокомментировал данное происшествие. По его словам, цель – запугивание жителей Одессы и попытка дестабилизации ситуации на юге Украины. Сегодня город простился с Георгием Голубенко, известным писателем-юмористом, драматургом, сценаристом, одним из создателей легендарной юморины. В последний путь выдающегося Одессита провожали друзья, родственники и коллеги. На панихиду в Одесской филармонии собрался весь город. Писатель, драматург, сценарист. Он не дожил до 68 лет. Всю свою жизнь Георгий Голубенко писал об Одессе. Хранил и продолжал традиции любимого города. Своим творчеством развивал и приумножал его литературную славу. Его знаменитая книга «Рыжий город» переиздавалась несколько раз и вошла в золотой фонд лучших произведений, посвященных Одессе. Поверьте мне, умер великий Одессит. Великий человек, великая личность, большой талант, огромный талант. Человек, который, не потому что он написал, написал и Библию Одесскую, я бы сказал. Это вторая после Бабеля книга, которая называется «Новые одесские рассказы» или «Рыжий город». Это книга, которая должна быть настольной у каждого одессита. Выдающийся комедийный талант Георгия Голубенко проявился еще во времена, когда он был студентом Одесской консерватории. На капустнике с его участием съезжался весь город. Он один из самых ярких и успешных участников сборной команды КВН 70-х годов и первой команды одесских джентльменов. В 1972 году вместе с друзьями он придумал теперь уже ставшую легендарной «Одесскую юморину». Я Гаррика вспоминаю флегматичным, веселым, мудрым, спокойным, очень ироничным и добрым человеком. Вот какой-то он такой светлый человек. Именно по его сценарию был снят фильм «Улыбка Бога». Георгий Андреевич активно работал и в последние годы. Месяц назад в «Доме клоунов» состоялась премьера его новой пьесы «Одесский подкидыш». О странице журнала «Фонтан» украсили два его новых одесских рассказа. Тяжело терять ребят, на которых Одесса держится. Недавно у него была премьера. Мы с ним разговаривали еще. Я говорю, может быть, я следующий спектакль музыку. Он говорит, Юра, еще сделаем. Георгий Андреевич много лет был членом правления Центра реабилитации детей-инвалидов «Дом с ангелом» и членом президентского совета Всемирного клуба одесситов. Его знает и любит вся творческая Одесса. А друзья вспоминают, как удивительно доброго, чуткого и светлого человека. Янин – это невосполнимая потеря для Одессы, для Украины. Второго Голубенко не будет. Его книги, его рассказы, его спектакли. Пусть земля ему будет пухом. Седьмой телеканал приносит свои искренние соболезнования родным и близким Георгия Голубенко и скорбит вместе с одесситами. Юлия Федорова, Валентин Мирза, Седьмой канал. Поддержать или уволить ситуацию с акцией протеста студентов журфака Одесского национального университета имени Мечникова обсуждали сегодня сами студенты и выпускники факультета, а также бывшие преподаватели. Я напомню, группа студентов обвинила руководство факультета в срыве учебного процесса и коррупции. О чем говорили, знает Александр Полуев. В пресс-центре собрались студенты, выпускники и бывшие преподаватели факультета журналистики, рекламы и издательского дела. Руководство этого факультета оказалось в центре скандала. Инициативная группа студентов обвинила декана Александра Александрова в срыве учебного процесса и коррупции. Бывший наставник журналистов Николай Трофимович Щербань похвалил студентов за желание поднять на поверхность такую острую тему, но призвал к точности формулировок. Меня удивила формулировка темы протест студентов и выпускников АНУ против вопиющей коррупции в ВУЗе. Что это такое? Это значит на каждом факультете коррупция. И вы берете на себя смелость заявлять, что на биологии, на юрфаке берут взятки и прочее, прочее. Я учил восточность и ответственности слова. Затем слово взяли выпускники факультета журналистики. Многие из них не верят в обвинения против декана Александра Александрова. За время моего обучения ничего подобного о том, что здесь прозвучало, я ни разу не слышала. Более того, этим людям я благодарна, поскольку они всячески меня поддерживали и всегда мне помогали. Некоторые из выпускников говорят, да, непрямая коррупция в виде различных взносов была и раньше. Но кто хотел, мог учиться и без денег. Сразу скажу, предвещая вашего вопроса, что я не платила ни разу, ни за что. Денег с меня не вымогали. Однако при этом мы все забываем о студентах, о том, что большая их часть совершенно не такие, как те ребята, что собрались здесь. Сейчас их не устраивает то, что происходит тут. Они говорят, настроения ходят такие, о том, что сейчас придется учить. Придется учить. Из 38 человек, которые учились на моем курсе, я могу только четверых назвать, которые не платили за 4 года абсолютно ничего. А вот старшие коллеги, члены Союза журналистов Украины, говорят студентам, надо было фиксировать факт коррупции и обращаться сначала в милицию, а не в СМИ. Вам нужно было в первую очередь обратиться в милицию и доказать факт коррупции. И только потом вот эту поднимать всю шумиху. Они факта коррупции не доказали. И до тех пор, пока не будет доказан факт коррупции, у нас существует презумпция невиновности. Вы поняли, да? Мы открыто об этом говорить не можем. Как только будет установлен этот факт, вот тогда нужно было, Миша Мизерский, тебе собрать эту пресс-конференцию и громко об этом говорить. Справедливые или нет нарекания студентов разберется комиссия, созданная ректором университета. А вот скандал может негативно сказаться на самом факультете, считают бывшие сотрудники вуза. Этим моментом могут воспользоваться и оппонент противники, конкуренты университета. Об этом тоже журналистам надо думать. Каким образом? Есть юридическая академия, есть на юридической академии два журналистских факультета. А почему бы не скушать этот факультет журналистики в университете? Вот, выбросить его на свалку истории, и мы будем монополистами. А тем временем в электронных СМИ появилась информация о том, что Александр Александров написал заявление об уходе с должности декана факультета журналистики, рекламы и издательского дела. Однако остается заведующим кафедрой журналистики. Александр Полуев, Кристина Кондратьева, 7 канал. Одесские правоохранители расследуют трагическую гибель детей в селе Демидовка. Трое деток отравились угарным газом, пока родителей не было дома. Малыши играли со спичками и случайно подожгли дом. Пока против гуриматери не начинали уголовного производства, но это вполне возможно, сообщает милиция. Вопросы есть и к социальной службе. Как выяснилось, оба родителя в семье имеют психические заболевания. Однако чиновники не стали забирать детей под свою опеку. Пожар в этом доме начался около 10 вечера. Хозяйка в это время была у соседей. Дома за старшую осталась трехлетняя Вика. С ней младшая сестра Лера и годовалый Саша. Не надо быть этой женщине, что я ходила за молотом. Ну, жуткая картина. Вот, значит, просто куклы раскидали, или вот детки заснули, или что вот. Ну, вот такое видовоще. Ну, в старшей девчинке, она, видно, как плакала, так и застыли слезки, вот так потекли по височку. Вот это что, мы побачили. Мать уверена, возгорание произошло от печки. Однако спасатели нашли на месте событий обгоревшие спички. Брошенные дети, скорее всего, играли с огнем. Вони не сорняки, а накалилась грубо сзади, ну, кровать стояла возле этого. И оно занялося, они поставили две подушки еще на нас перли на это. И вот оно занялося, оно это. И они начали клитки, наверное, и не подушили. На месте пожара были обнаружены остатки спичек. То есть, получается, дети, оставшиеся без присмотра, то есть, произвольно взяли спички и начали играться именно. Отец погибших детей около месяца не живет дома. В сельском совете рассказывают, и он, и мать страдают слабоумием. Несмотря на это, социальная служба не забирала детей. Хотели, чтобы дети остались в семье. Хотели, чтобы не вылучались дети. Хотели, чтобы они выросли вместе с родителями. Думали, наладится. Адже маме только 25 лет. Думали, ну, все попереду, она наладится, заразумеет, и все будет добре. Чиновники знали, мать регулярно оставляет детей без присмотра. В последний визит в семью ее не застали дома. Но все равно ничего не предприняли. Мы не застали, спочатку ее дома. А потом она прибегла, пришла, показала деток. В Демидовке даже нет своего сельсовета. Социального работника сюда присылали из соседней Новоселовки. Но уже полгода там нет такой должности. Он конкретно занимался этой справой. Но с травня месяца эту посаду сократили. В отношении матери пока не начинали уголовного производства. В милиции изучают ситуацию. Женщину могут привлечь к ответственности. Тогда ей грозит до пяти лет тюрьмы. Не выключено, что в процессе расследования будут также выставлены эти извинувачения и на адресу батьков данных малолетних детей. Соглядно на то, что это могло стать причиной невыконания батьками своих обвязков по догляду выхованию детей. Чиновникам пока ничего не угрожает. Сами они уверяют, делали все возможное для семьи. Но на два села, где живут 10 проблемных и два десятка многодетных семей, сельсовет имеет шесть работников. Причем двое из них – кассир и уборщица. Константин Гак, Константин Лужневский, Седьмой канал. К другим темам. Три авто пострадало в результате сегодняшнего ДТП. Как рассказали очевидцы, автомобиль Киа, за рулем которого была женщина, двигался по Старопортофранковской. В этот момент из переулка выехал Пежо. В результате произошло практически лобовое столкновение, из-за чего Киа отлетела в сторону и, протаранив Део Матис, въехала в стену. Звонила нам в больнице. Там как-то ее чувства немножко приводят. Ну как, она при сознании, ну, видать, там, легкое сотрясение. Что-то такое. Кровь, смотрю, вот все, крови, салфетки. Вытирала лицо, видать, потому что лобовое стекло лицом разбила. Правый сектор будет патрулировать улицы вместе с ГАИ. Активисты призывают одесситов в первую очередь сообщать о ДТП с участием мажоров, которые могут избежать ответственности. Для этого в организации открыли горячую линию. Если, будем называть это так, элита нашего города, пьяная за рулем, либо просто нарушает правила дорожного движения, мы прекрасно понимаем, что сотрудники ГАИ, низшего, там, финна, да, иногда боятся их штрафовать, останавливать и наказывать. Мы этого не боимся, поэтому предлагаем объединить усилия, выезжать на такие инциденты и под общественным контролем проводить наказание согласно правилам дорожного движения и закону Украины. Ну а пока что правый сектор выделяет один экипаж для совместного патрулирования и контроля ДТП. Также активисты обещают помогать одесситам, которые столкнулись с недобросовестными следователями ГАИ, не желающими расследовать происшествия по закону. Горячая линия работает круглосуточно 068-560-99-45. В ГАИ заявляют, что личный состав с радостью примет помощь общественников. По поводу совместного несения службы, пожалуйста, ворота и двери наши всегда открыты. Мы находимся все на службе, всегда находимся в форме надежности, потому что строевые подразделения. В любое время развод у нас есть 19, развод есть утром. Если есть у вас возможность, можете приходить совместно и будем нести службу там, где это, допустим, по городу, либо на стационарных постах. Да, бывает ситуация, что конфликтная ситуация, и участие гражданского лица, не буду ли, что, допустим, вас, либо там дорожного контроля, уже как-то этот человек по-другому смотрит. А зачем меня снимают? Потому что какая-то совесть у него проявляется, и человек уже по-другому себя ведет. Фонд госимущества выставил на продажу первые 5% акций Одесского припортового завода. Торги по ним состоятся 24 декабря на фондовой бирже «Перспектива». Я отмечу, что в 2009 году уже предпринималась попытка приватизировать ОПЗ. Тогда он был продан фирме «Нортима» за 5 миллиардов гривен. Впоследствии результаты конкурса были отменены. Я напомню, что государству принадлежат почти 100% акции Одесского припортового завода. Он еще на несколько шагов приблизился к тому, чтобы стать украинцем. Российский актер Сергей Анисифоров сможет повторно подать документы в миграционную службу на получение политического убежища в Украине. Одесский апелляционный суд отменил решение Киевского суда об отказе в рассмотрении заявления на получение убежища в нашей стране. Я напомню, Сергей Анисифоров, сыгравший несколько десятков эпизодических ролей в российских сериалах, стал персоной нон-грата на родине после того, как поддержал Майдан. Мужчина несколько месяцев простоял там плечом к плечу с украинцами. Когда понял, что в России его ждет уголовная статья за терроризм и сепаратизм, решил остаться в стране родной ему по духу. Подал документы в Херсонскую миграционную службу, но получил там отказ. Теперь может попробовать добиться цели повторно. Я буду выезжать непосредственно в город Херсон, подавать личное заявление о переводе моего личного дела миграционной службы для дальнейшего рассмотрения Одесскую миграционную службу. Так как я теперь проживаю и буду далее проживать в городе Одесса, потому это мне будет более удобно. Ну и надеюсь, что... Спасибо за большую поддержку, что мне ребята пришли поддержать на суде. Военнослужащим армейских частей Украины, которые находятся в зоне АТО, не хватает теплых вещей. Такую информацию нашим журналистам рассказал боец добровольческого батальона АЗОВ с позывным ВДВ. По его словам, добровольцам в плане снабжения немного легче, им помогают волонтеры. В батальоне, в полку АЗОВ у нас хватает всего. Мы не нуждаемся ни в чем. Нас как бы и так волонтеры, спасибо им, хорошо обеспечивают. Вот, ну, я не знаю почему, но как-то армии это не доходит. Может быть, доходит не все. По словам добровольца, батальон АЗОВ плотно контролирует подходы к Мариуполю, чтобы не допустить захвата города. Из Одесской области в места постоянного проживания либо другие регионы Украины уехали 7709 переселенцев. Такие данные предоставили чиновники обладминистрации. По их словам, в Одесском регионе зарегистрированы около 12 тысяч переселенцев. На заседании по делу Вячеслава Грациотова сегодня появился новый прокурор. Я напомню, прежний гособвинитель Сергей Цулиискирий периодически не являлся или заявлял о своей неподготовленности по материалам дела, в результате чего дело попросту затягивалось. По традиции заседание сегодня не состоялось, его опять перенесли. Сегодня перенесли заседание, потому что не явилась вторая сторона, потерпевшая. И я считаю это просто намеренным затягиванием дела. И надеюсь, что они все-таки осмелятся прийти на заседание и доведут дело до конца. Ну а в следующий раз рассмотрение дела Вячеслава Грациотова должно состояться 17 декабря в 2 часа дня. Поймали на горячем. Одесские милиционеры задержали 40-летнего мужчину, который собирался отправить двух одесских девушек в секс-рабство в Германию. Преступную схему раскрыли в ходе операции «Ночной город». Сутенера задержали на автомобильном пункте пропуска в Житомирской области. Был затриманный мешканец Одесской области, 74-го року народжения, на автомобильном пункте пропуска выступающий, что находится в Житомирской области, который пытался вывезти за государственный кордон Украины двух граждан Украины с подальшим их сексуальной эксплуатацией. Задержанный одессит собирался вывезти в Германию двух девушек. Он познакомился с ними в интернете, помог с документами и обещал высокооплачиваемую работу. Перевозил девочек легкого поведения для ихнего трудоустройства в Германии. По ихему согласию. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. Такая мера пресечения была избрана Приморским районным судом Одессы. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. И на этом наш выпуск завершен. Удачи вам и берегите себя.